Всем привет, с вами канал Минилов и у меня посылка пришла из Москвы, здесь кочки есть, и мы будем вместе открывать. Скотч много. И тем, это опять не сделала и пришла. Скотч много. Своих трудов, кавычки. С другой стороны, Российская Федерация всегда занималась вешанной и стерпной оппозиции. Вы видите, что наши президенты даже упрекали за якобы уменьшательство в украинские дела. Мы всегда говорили, что все происходит на Украине, это дело народу Украины. Займите, какая разница в позиции. Вместо того, чтобы нас благодарить, теперь Российская Федерация угрожает, обвиняет в том, что мы виновны в той ситуации, которая там сложилась. Я в этой связи поддерживаю поздравления Юрия Лениневича, и мы должны идти в докольное или каком-то договоренность в соответствии с Великой Конституцией. Я вижу здесь. Это можно здесь. Это первое. Второе. Начинается. Через два дня, два дня состоится шеверное заседание Совета Гридации. Я думаю, мы должны включить в повестку дня вопросы, которые связаны с границей Российской Федерации. Их надо размещать и заниматься. Возможно, появится решение вопроса о России, о России, о России для уставления гражданства. И целый ряд других вопросов, которые требуют в том, как и законодательное решение. Один такой есть. Один такой есть. Это 19. Такой. Один такой есть. Это... Ваши? 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 Это немножко нет здесь. Такое? Нету, пожалуйста. 1... 11. Есть? есть. Уважаемая Валентина Владовна, у вас есть один кровать есть такой. Это кровать Маши. И еще одну историю, политую российской кровью, защищая ее от фашизма. Я прошел все горячие точки, отходящего советского союза. И сейчас вместе будем открыть. Смотрите какой малюсенький, что здесь цепочки есть. Такая цепочка есть. Давай сейчас поставим. Украине ввести поиск новых форм восстановления мира и согласия на этой земле. Я так хочу, первые кошки, но на турции это не продается. Я из Москвы, это заказ делаю. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, обращение нашего президента в Совет Федерации я бы охарактеризовал как ответственно, мужественно, своевременно и объективно необходимо. Кто пришел в власти в Киеве? Радикалы, националисты, бандеровцы, фашисты. Фактники. Сейчас посмотрим бумажки. Я считаю это. 15 тоже очень красивой. Пока говорит, пока говорит, пока говорит. И президент взял на себя всю тяжесть ответственности за труднейшее развитие событий, которые имеют ли события на Украине, и вот обратился к нам. Естественно, я предлагаю поддержать это решение и пожелать нашим частям подразделения вооруженных сил успеха в выполнении задачи Верховного Главнокомандующего. Спасибо. Благодарю вас. Владимир Анатольевич Петров, пожалуйста. Первый заместитель, председатель комитета по бюджету. Пожалуйста, я хочу вам слово. Да. Уважаемые коллеги, четверг был в двери. И в связи... Всем пока.